Девушки отдыхают И я понимаю, что вам было нелегко, но вы молодцы. И правильно сделали, потому что действительно важно христианам всего мира понимать, что такое ислам. Несколько лет назад я был в Эфиопии. Я познакомился с одним молодым человеком, который с того времени уже покаялся, он стал христианином. А изначально он был мусульманином, он вырос в мусульманской семье. Его семья — потомки первой мусульманской общины в Эфиопии. Может быть, вы помните о том, что когда Мухаммед проповедовал в Мекке, когда его преследовали, он подвергался гонениям, он устроил так, что 300 его учеников эмигрировали из Мекки в Эфиопию для того, чтобы там их защищал христианский царь Эфиопии. И он получил, они получили такую защиту. Этот молодой человек как раз из семьи таких переселенцев. Давным-давно его прапрапрародители были этими переселенцами. Много-много веков назад. И сейчас он христианин, он верующий человек. «Как это произошло?» — спросил я его. «Как вы покаялись? Как вы уверовали в Иисуса Мессию?» Он говорит, «Ну вот как-то была засуха, и им с женой было есть нечего». Еды у них практически не было, немножко только макароны на вечер. Но так мало, что обоим точно не хватило бы. И они собирались лечь спать голодными, как, собственно, бывало и часто. Вот вечером приходит к ним сосед. Кстати говоря, в Исламе всегда принимают соседа и всегда делятся с ним едой. И вот они садятся за стол, и приходит сосед. И они его также приглашают к столу. Теперь уже понятно, что три человека, макарон мало, вообще не хватит. И вот они ели, и ели, и ели, пока все не наелись. Они наелись, а макароны еще остались. Они думали, что же такое произошло? Искали, смотрели под столом, потому что не могли понять, что же это такое. И тогда он вспомнил рассказ христианина о том, как Иисус умножил пять хлебов и две рыбы, чтобы накормить пять тысяч человек. Они решили, что это чудо. Такое чудо мог сотворить только Мессия Иисус. И на протяжении следующих двух лет он внимательно присматривался к христианам. Я пытался понять, говорит он, как они живут. Христианский праксис, христианская практика. И я увидел, что жизнь христиан соответствует жизни и учению Иисуса Христа. Он говорит, меня убедили чудо и жизнь христиан. Через два года после того чуда все это меня убедило посвятить свою жизнь Иисусу Христу, Мессии. И теперь я иду за ним, и я блаковествую во многих районах Эфиопии. И в связи с этим мы с вами обращаемся к Священному Писанию. Второе послание Коринфянам, глава третья. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? И второй стих ключевой. Вы, наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собой, что вы письмо Христово, через служение наше написанное не чернилами, но духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Большинство жителей Коринфа Писаний не читали. Но Писаний у них просто не было. Были только рукописи, и то немного. Списки Писаний. Читали Коринфяне жизнь христиан. Потому что, говорит апостол Павел, вы письмо, известное всем. Так произошло и с нашим братом из Эфиопии. Через какое-то время у него появилась своя Библия, и он стал читать и разбираться в Писаниях. Но еще до того, как он узнал Писание, он читал другое письмо. Письмо жизни христианина. Письмо христианской жизни. Он понял, что самое продуктивное, самое лучшее письмо – это жизнь народа Христова. Письмо с небес. Представляете себе? Мы – письма с небес. Письма, которые читают все, где бы вы ни жили, среди мусульман или среди светского общества. Где угодно. Начнем с молитвы. Отче наш небесный, благодарим Тебя за то, что Ты верен нам. Благодарим Тебя за хороший отдых. Благодарим Тебя за новый день, в который Ты позволяешь нам размышлять на эту тему недели. Пусть Дух Твой Святой будет с нами. Мы призываем Тебя, Боже, и мы благодарим Тебя за то, что Ты делаешь нас письмом небесным. Неким писанием, которое читают люди, мы просим Тебя, преобразуя и измени жизни наши, так чтобы люди, читая нашу жизнь, увидели Христа в нас. Молим Тебя во имя Иисуса Христа, во славу Его. Аминь. Сегодня мы с Вами переходим к пятнадцатой теме. Пятнадцатая глава нашего плана. Пятнадцатая глава курса «Подход к Исламу. Богословие и практика». Пятнадцатая тема «Шариат. Исламский закон. Домашнее задание». Прочитайте, пожалуйста, из книги «Пути христиан». «И мусульман» двенадцатую главу, двенадцатая глава. А в диалоге главы одиннадцатая и двадцать третья. В диалоге главы одиннадцатая и двадцать третья. И помните, пожалуйста, что всякий раз, читая главу из этой книжки, из книжки «Пути», вы должны написать письменный ответ, объем одну страницу, ответ на один из вопросов в конце главы. Если Вы берете этот курс в учебном заведении, в официальном учебном заведении, вам необходимо также написать письменную работу, сравнивая ислам и христианство по конкретной теме к этому вопросу. Мы с Вами сейчас переходим к разговору о шариате, о законе ислама. Шариат значит «путь к источнику». Ислам зародился в Арабии, и блюды, и ослы, и овцы, и стада должны были найти путь к источнику воды. Вот на этот путь встаешь, и хочется идти быстрее и быстрее, потому что там вода, там жизнь, там спасение, избавление. Вот это и есть шариат. Это путь к источнику воды. Смысл в том, что, идя по этому пути, мы доберемся до жизни. Шариат — путь к жизни. Что же такое жизнь? Жизнь — это когда мы подчиняем все Божьей воле. Вот что такое жизнь. Но у нас есть Коран. Что же, Корана мало, что ли? Нет, ну часть Корана написана аллегорично, аллегорически, часть понятна, часть не очень понятна. А учению Корана нужно посвятить всю жизнь, подчинить всю жизнь. Каким же образом? Вот раздождается это великое желание подчинить все авторитету Божьей воле, как это сказано в Коране. И в результате этого желания постепенно начинает формироваться система шариат, которая описана, как нам себя вести в каждой конкретной жизненной ситуации. Несколько лет назад был я в штате Огайо в Соединенных Штатах, и несколько христианских богословов ввели диалоги с мусульманскими богословами. И я спросил имама большого центра, исламского центра. Я спросил, чем вы занимаетесь, что вы сейчас делаете? Он говорит, я отвечаю на телефонный звонок. Чем вы занимаетесь? Я отвечаю на телефонный звонок. На телефонные звонки. Мне постоянно звонят и спрашивают, как мне себя вести, что мне делать в этой ситуации, в той ситуации. Мой отец умер. Как мне разделить наследство? Как мне разделить наследство между детьми нашего отца? И я должен им дать ответ. Или мне говорят, я встречаюсь с девушкой, но у меня есть подозрения по ее поводу. Что мне делать? Как мне быть? Я отвечаю на вопросы. У меня жена плохая, я хочу развестись. Разводиться или нет? Спрашивают меня. Если разводиться, то как? И я отвечаю на вопрос. Откуда же он знает ответы на эти вопросы? Почему у него есть власть отвечать на эти вопросы? Потому что он эксперт в законах шариата. И люди приходят к нему за ответом, за советом. Сегодня давайте посмотрим, как формировался закон шариат. Мы с вами уже говорили о том, что наставление по жизни нам дает Коран. Наставление — это, конечно, все хорошо. Но как выглядит пример того, кто полностью исполнил Коран? Понятно, как. Это Мухаммед. Совершенный пример. Печать пророков лучше из мусульман. Но как же решал те или иные вопросы сам пророк? Здесь появляется система хадисы. Высший источник авторитета для системы шариата мы находим в Коране. Но второй или вторичный источник авторитета для шариата — это хадисы. Хадисы или традиции предания. Это историческая сторона исламского авторитета. Потому что Коран — это не история. Коран описывает историю иногда в виде притчей. Но, собственно, история — это хадисы. Хадисы рассказывают о жизни Мухаммеда. Как же все это формировалось? А вот люди беседовали с другими людьми, которые, в свою очередь, тоже получили некое предание. Сборники хадисов были завершены уже к 880 году. То есть после смерти Мухаммеда прошло лет 200. И вот как происходило становление хадисов. Я встретился с Амаром, сыном такого-то и такого-то. И Амар мне рассказал историю. Некую историю о том, что произошло с пророком. Или что он сказал. И Амар — честный человек. Ему можно доверять. Я проверил. Да, ему можно доверять. И Амар услышал эту историю, в свою очередь, от Абдуль-Катара, допустим. И, насколько я знаю, Абдуль-Катар тоже был честным человеком. Абдуль-Катар услышал эту историю от Али, допустим. Ну и так далее. То есть Иснад — цепочка передачи или цепочка достоверности. Я услышал от Амара, а он услышал от Али, а Али от Абдуль-Катара, Абдуль-Катара от Якоба, а Якоб, допустим, от Аиши, любимой жены пророка Мухаммеда. Многие хадисы исходят от Аиши. И, проверив этих людей, я понял, что эта информация достоверная, этот хадис достоверный, потому что цепочка достоверная. Достоверность ее не только в том, что она восходит к источнику, к подлинному источнику, но и каждый участник этой цепочки — честный человек. И он, скорее всего, передал истину. Вот так и проходило развитие хадисов. Есть несколько сборников хадисов. Самый почитаемый из сборников хадисов написал, составил Аль-Бухари. Десятки тысяч хадисов он проверил, и большинство из них он считал недостоверными, считал недостоверными. Но в результате у него получилось 9082 хадиса. Собраны они в 97 книг. Мусульманские ученые исследуют эти хадисы как вторичный источник после Корана. Они чрезвычайно важны, потому что именно на основании хадисов мы узнаем, как можно подражать Мухаммеду. Вопросы? С исторической точки зрения. Это похоже на то, как появились, допустим, законы Хаммурапи. Во-первых, конечно, законы Хаммурапи появились намного-намного раньше. И Хаммурапи был мудрым правителем многих разных народов, и он собрал законы этих народов. А здесь история другая. Здесь нет желания разобраться в законах разных народов. Посмотрим, как было у арабов, как было у персов. Нет ничего подобного. Цель хадисов заключается в том, чтобы объяснить, как поступал Мухаммед. Потому что Мухаммед — это идеальный мусульманин. Соответственно, хадисы рождаются на основе сунны, пути пророка, пути Мухаммеда. Цель хадисов — объяснить сунну пророка. Их тома и тома, этих хадисов. И очень сложно в них бывает разобраться. Они очень подробны. Сравним это с Евангелием, которые написаны практически сразу после смерти и воскресения Иисуса Христа. Хадисы же появились только через 200 лет после смерти Мухаммеда. Евангелия появляются буквально в течение одного поколения после смерти Христа. Намного-намного быстрее. С Евангелями скорее стоит сравнивать Коран, потому что как раз Коран появился очень вскоре после смерти Мухаммеда. Лет через двадцать. Как и Евангелие тоже. Лет через двадцать после смерти и воскресения Иисуса Христа. Ранняя Церковь понимала, что ей нужно авторитетное Писание. Поэтому практически сразу стала собирать евангельские свидетельства, анализировать и излагать. Но прошло уж никак не 200 лет. Но тогда мы же с вами говорили о том, что Коран выше контекста, выше истории, выше жизни людей. Каким же тогда образом жизнь пророка поможет толковать откровение, если откровение выше жизни? В связи тут быть не должно. И второй вопрос. Тот факт, что откровение над историей, превыше истории. Это, конечно, понятно, но понятно, что Мухаммед — это лучший пример исполнения Корана, потому что он звучал Коран наизусть. Получается, что он получатель Корана. Есть ли в самом Коране указание о том, что он лучший последователь Корана? Да, в Коране именно это и написано. В Коране это написано. Мухаммед — первый из мусульман. Мухаммед — совершенный пример. Мухаммед — совершенный пример того, что значит послушание Корану. И люди должны имитировать его жизнь, подражать его жизни. Вы очень хорошее наблюдение сделали. Коран исходит свыше хадисы, как бы сниже, снизу. Вот здесь в истории история и откровения встречаются в личности Мухаммада. Именно поэтому так важны хадисы. Хадисы описывают то, как Мухаммад проявлял послушание, совершенное послушание Божьему закону. Вот там с одной стороны история, с другой откровение, откровение сверху, и Мухаммад снизу. В хадисах встречается и то, и другое. Если это сравнить с Ветхим Заветом, получается, что хадисы — это как Талмуд? Нет. Нет, это скорее как Мишна, как традиции или раввинские предания. Талмуд — это как шариат. Мы сейчас к этому подойдем. А можно, скажем, сказать мусульманину примерно так, что смотри, ведь откровение от Бога не может быть оторвано от жизни, от истории, от контекста, потому что вы сами используете исторический фон для того, чтобы лучше понять Коран. И вот в Библии по этой самой причине есть повествование и историческое хиндие, потому что именно так лучше всего понять Божие откровения в контексте подлинной человеческой жизни, жизни настоящих людей. А замечание уместное, вполне уместное. В Мухаммеде история и откровения как бы пересекаются. Вот это и есть смысл воплощения. Воплощение — это когда слово становится плотью. И Библия показывает, свидетельствует о том, что это воплощение высшим образом, окончательным образом, полным образом появилось в Иисусе Христе. Но воплощение присуще всему Священному Писанию, потому что в Священном Писании Бог встречается с людьми, даже с теми людьми, через которых Он пишет библейские книги, через которых Он создает библейские книги. У них своя культура, у них свой фон, их личность проявляется в Писании. Мусульмане, ну, это очень сложно понять. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте Несколько лет назад, когда я беседовал с богословом-мусульманином, мы вот как раз об этом стали говорить. Кстати, нет, это был не просто богослов, это был сам Катарега. И он заговорил о том, как откровение Танзил, а Мохаммед — это лишь источник, это лишь посредник. Я говорю, смотри, а ведь в библейском откровении личность автора — это часть откровения, потому что Бог встречается с нами в конкретной истории. И личность автора, личность человеческого автора Писания очень много значит. У Павла свой стиль, у Петра свой стиль. А Катарега говорит, «Надо же, все слышали, наверное, все слышали, Шэнк конкретно всем объяснил сейчас, что Библия искажена». Слава Богу, Коран никак не связан с личностью Мохаммеда. Мохаммед — это лишь такая трубка, лишь канал для передачи, инструмент для передачи откровения. Он, конечно, не столько инструмент, но при этом мусульмане говорят, что он полностью подчинялся Корану. Мохаммед полностью подчинялся Корану. Он совершенный пример. Берите с него пример, и все будет в порядке. Как раз в этом и есть смысл шариата. Вот это два главных источника формирования шариата. Еще один источник называется искусство кияс. Кияс означает аналогии. Если нам нужно понять, как поступать в конкретной ситуации, а в Коране об этой ситуации ничего не написано, то нужно найти аналогичную ситуацию. Вот эта ситуация похожа на такую-то ситуацию. Это искусство аналогии. Такое искусство было чрезвычайно важным для формирования системы шариата. И четвертый источник формирования закона шариата. Четвертый источник — это иджма. Согласие. Согласие или консенсус. Итак, все начинается с Корана, с Откровения Корана. Затем хадисы, пути пророка Мохаммеда. Затем искусство кияс, искусство аналогии, для того, чтобы применить истины к тем ситуациям, о которых в хадисах и Коране ничего не говорится. Вся эта система чтения Корана, хадисов, искусство кияс, вся эта система соединяется вместе в процессе иджма, консенсуса людей, которые называются уламы. Уламы — мудрецы, выучившие Коран, воплотившие в себя авторитет Корана, внимательно изучившие, досконально изучившие все хадисы, понимающие, на практике знающие искусство кияс. И они собираются вместе. Индивидуально толковать они не могут. Они собираются вместе, они продумывают, и в результате этого процесса иджма рождается система шариат. Вы видите, как на самом деле наивно христианину, который даже не знает арабского языка, как я, например, как наивно такому христианину говорить с авторитетом о том, что означает Коран. Здесь нужно быть очень внимательным, но очень аккуратным. Именно поэтому я постоянно мусульман спрашиваю, что значит Коран, что значит Коран, и так далее. Потому что я, христианин, я не понимаю этот процесс. Я не понимаю процесс выучивания Корана наизусть и разбора этих самых хадисов от начала до конца. Весь процесс кияс, кияс и консенсус иджма. Это сложный духовный дар, глубокий духовный дар, который имеют эти улемы. И невозможно просто взять Коран на другом языке, прочитать и сказать «Все понял, все разобрался». Нужно докопаться до сути, пройдя этот процесс. Этот процесс называется ичтихад. 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 Это напряженный труд, труд разума, когда мы собираем все эти источники для того, чтобы принять решение о том, в каком направлении идти дальше. И нам нужна вся эта система, в результате которой появляется шариат. Ну что же, пока все. Пока все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok